я еще знаете что думают вы говорите молчу а смысл говорить если все равно я никто не понимает думали вы конечно маленький 30 до стены он зиму и а тоже голубенькие цветочки крутые собрали маленький маленький это я не могу это пройти это выставочная выставочная что там уже кого-то поймали что такое что такое Спасибо, Леночка. Кукусики. Уехали мальчики, уже уехали. Те, кто держит девок, в жизни не возьмут пациента. У нас 3D, взрослые, но у нас небольшой, но они настолько дружно между собой, они настолько умные, это просто не сказать словами. Дочка достается своей кастрюле, кусочек мяса, облизывает от каши, несет к маминым ногам. Но сама себя она не вылизывает, она перед мамой вот так ложится, чтобы мама ее вылизывала. Балованная такая, мамой балованная. А вот так вот, идёт мы спим, идёт мы спим. Мы еще вернемся, сегодня меньше собак, поэтому обязательно мы еще к вам сегодня вернемся. кастрюлю собаку-барабаку. Собака-барабаку. 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 Пау-барабаку. Кастрюлю собаку-барабаку. Кастрюлю собаку. Пау-бараба. цена этого моксика восемь тысяч просит мужчина я пойду на ту сторону хорошо а вы все поняла сегодня проводы ноги на кладбище пустой базар мопсик девочка или мальчик наташенька если вам не сложно вернитесь к этому мопсику вот там мужчина сидит спросите а мальчик подождите вспомнила писюнь писюнчик видела бантик видела мальчик мальчик сори смотрите какой окрас это что-то смотрите какая это что-то разные глазки зеленый голубой голубой и коричневый здесь осколок голубого цена их и еще раз этот 500 поднимите смотрите какая прелесть да у него правый глазик голубой не не знаю передает ли камера обалдеть очень красивые очень красивые это белый хвост будет белый это королевский пудель это белая фигеля и тут морда такая набивная прелесть это неспокойно не будет сидеть себе хоть на полу посуде никуда не поднимут ничего спасибо за мной как бы следят как где я очень хорошо видно очень хорошо видно иди сюда иди сюда вот как раз видно голубой глазик смотрите красивущие собачки благодарю во первых таких нет ни у кого все есть классические которых 99 процентов в нашем городе это простые йорки классика а это цветная генетика тут уже понимаете поработали тут папа и мама тут вязко стоит 350 500 долларов а если голубой глаз а там 500 500 гривен можно сделать вот вам и весь ответ на вопрос здорово почему и цена такая цена у меня недорогая поверьте мне эти собаки от 1000 евро с голубыми глазами супер благодарю вас пожалуйста да класс твои да Продолжение следует... 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 Все у нас меньше, конечно, люди делают вязок, меньше собак, но тем не менее. Наташенька, цена сфинктов. Вернитесь, простите, пожалуйста, и ответьте, если вам несложно. Сейчас, девочка. Да-да, это староконный. Ротвеллеров нет, нету ротвеллеров. Нету. 200 долларов свинцы, представляете? Шара, просто шара. Сейчас самое оно, здесь покупать, за границу перепродавать. Смотрите, какой маломутик. Красавец. Строят. Еще мальчик есть. Красавец какой. Какой мальчик еще? 60 килограмм. Еще девочка одна. Ой-ой-ой. Самая маленькая. Алабаи, да, где-то были вчера тоже мы видели. Сейчас мы по этой стороне пройдемся. Если мы увидим, то подойдем, естественно, чтобы вы посмотрели. Нет, курги нету. Шикарный маламут. Вот так, да. Диоди, мой мальчик. Он вам всем желает счастья, здоровья, любви, мира и радости, да? И нам маламута, правда. Благодарю. Цена маламута. Ну, в зависимости, как могут содержать. Если есть частный дом большой, цена будет адекватная, если будет уход. Слышите, да? Если вам интересно, вы обращайтесь. Я, естественно, вам дам контакты этих людей. Боюсь, камера не передаст. Да, мальчик такой. Обалденные маламуты. Ну и плюс вы слышите, что хозяин говорит. Он просто так не продает. Он продает хорошие руки. Ему важно уход за собакой и содержание. Да, мы в Одессе модные. Деньги нас не интересуют. Нас интересует другое. Это Одесса. У нас есть разные красы. Дома маленькие подрастают детки. Так, это у нас обесинские котята. Видите, какая прелесть? Это голубой крас, есть дикий, есть сорель. Видите, какая цена? От 500 долларов. От 500 долларов и выше. Все зависит от конкретного котенка. Чаклашки маленькие. Чаклашки маленькие. Уже красер. Разрешите. Телефон видно? Да, ребят, у нас и куры есть. Все тут есть. Тут есть все. Это Одесса. Да, немецких овчарок мы прошли уже. Снимите, эти французы. Француз, это, конечно... Смотрите, какой... Та-да! Кто-то пошел, и ему важно... Смотрите, какая шикарная собака. Стафы где-то видела? Питбулев нету. Есть американские буули. Тойчиков, да, полно тут. Голубей есть, конечно, так без голубей. Староконка без голубей. Смотрите, какая шикарная барышня. Нормально, нормально, прекрасно. Оба. Подкрадается кто-то. Это мужчина. Боже, она красивая. И попугайчики есть. Где они? Это что вы имеете в виду? С котятом пойдем, будем смотреть, что там есть. Мы еще до котят не дошли. Бишон Фризе. Ребят, смотрите, какие шикарные собаки. Добрый день. Добрый день. Сколько они стоят? Простите, что я вас перебиваю. Какая цена? 500 долларов. Так, скажите цену за вашу шикарную барышню. 400 долларов. 400 долларов, это уже без торга. Вы видели, собака шикарная. Сопинки. 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 Очень, да, и окрас обалденный. Прелесть. Сто раз покруче, чем эти марли-монек. Да, да, да. Немецкая девочка. Спрашивал кто-то немецких отчарок. Вот мы сейчас вернулись. Да, 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 я сейчас вот покажу. Чихуашки, пожалуйста, отдыхают. Беспокоить не будем. Бигли мы не видели, да? Вот немецкая отчарка. Мать. Какая цена ваших щенков? 250 долларов. Есть чисто черный. Это мальчик, девочка черный. Две девочки. И черно-подпалая. Отдыхают. Беспокоить не будем. И, ребята, вы Алабаев спрашивали. Смотрите. Спокойные, адекватные, социализированные собаки. Нет, нет, нет. Нет, доберманов нету. Американских бульдогов я не помню. Надо посмотреть. Восточно-европейских девчаров не видела. Смотрите, какие чихуашки. Плохо видно, конечно. Бульдарьеров не видела. Шарпеев не видела. Город Одесса. Померанских шпицов море. Просто море. Вот телефончик, смотрите. И вот вам, пожалуй, есть такой окрас. Там немножко дальше пойдем. Там белые. Ой, ты его, зевушечки. Наташа, переводите. Где вы? Вы видите? Наташа, куча комментариев. Переводите, отвечайте людям. Это где? Это Одесса, ребята. Корги нету, корги нету. Какая цена? 12 тысяч. 12 тысяч. Шара? Шар, да. Где прививок? Это понятно. Вы бы на базар не выехали, если бы не было прививок. Ну, вкусняшки, понятное дело, да? Есть доставка. Вот телефончик, ребята. Ассортимент. Просто можно сойти с ума. Приятная девочка. Обращайтесь. Так, лабрадоров мы не видели. Кавказцев есть два. Ну, я имею в виду, два продавца с этими собаками. Вот, смотрите, например. Например, чухают шпиньку. Вот так. Вот номер телефона. Какая цена? 16 тысяч. 16 тысяч. Три с половиной месяца. Посмотрите, медвежонок. Девочка, мальчик? Девочка. Ты не медвежонок, это два медвежонка, когда вырастет. Пекинесы, да, где-то там есть. Дойду, покажу, если потратите свое драгоценное время на нас. Подождете немножечко, я вам все покажу. Подыхатушки. Йорки. Так, эта овчарка может спеймать и ведьмедя. Я боюсь, она уже его спеймала и сиила. Судя по ее комплекции. Смотрите, щенок. Три месяца, ну, нормально? Обалдеть, а? С документами Кавказ Кавчат. А я не спросила. Надо спросить. А спросил кто-то? Да. Я пропустила, ребят. Извините, если я пропускаю комментарии. Я больше сосредоточена на том, чтобы вы видели, что здесь продается. У него же вольная жизнь. Смотрите, какая прелесть. У этого кота я просто влюблена. Смотрите. Вот ихний номер телефона. Кому интересно, просто бомба. Какая цена котят? С 8 тысяч девочек. Это его дочке. 8 тысяч в доте. До свидания. А смотрите на отца, я не могу, конечно, его не показать. Это что-то. Рысь. Надоело ему уже вылазить. Сколько можно меня дергать, скажите. Мама, мы ее купили. В зоопарке вы его? Что? В зоопарке? Да. По-моему, это какое-то тихо вообще. Что-то. Ехали. У Дотя. Мартин. Мартин, да? Борман. Он Мартин. А брат его модно. Я хотела заказать. Вы не себе покупайте. Мальтипом. Он, когда на руки взял, у него цвет волос какой-то. И у нее такой, знаешь... И вот они похожи, и все. Он на него похож. Не, она классная по характеру. Да. Канекорса нет, ребят. Нет. Гонка на курсе, спросите, у кого медом торгует. Надо показывать. Что-то спрашивать. Ершеньки. Прелесть. Акита тоже не видела. Спасибо вам, ребята, что тратите свое драгоценное время на наши эфиры. Я, правда, такое никогда не делала. Я всегда показывала только своих собак. Номер телефона, может, надо. Звоните. Смотрите, какой прямой эфир ведут, ребята. Открывайте, писайте, записывайте наш телеграм-канал, переходите. Маленькие друзья, находите. Там я залишу огляд також номером телефона. Можете показати чоловіку або дружині, якщо ви хочете отаку чудову гарнонечку друзям порадити. Так что находьте телеграм-канал, переходьте. До 55-го, чудовища. Кто хочет, можете еще раз номер телефона. Я вам продюблюю, запишите и заберете. 500 долларов, питаю, что до туцика. Скажи нам еще раз номер телефона. 097, 624, 624, 93, 71. Просто про Агартини. Як Вика, Вика. Слышите, какая прекрасная украинская речь. Мне стыдно. Я знаю. Поэтому, ребята, я молчу. Гарди, сценивайте у Вики, гормостники цеплашки. Так что звоните, домовляйтесь с Викой. Так, иду далее. Там же никак не может у меня запомнить. Мое запомнил уже? А, ну, давай, давай, давай. Ребят, видели, да, какая прелесть? Внутри Ирина стоит рядышком. Можно запомнить. Даже если ошибешься, Ирина, скажите, равно попадет. Супер, правильно. Какая цена? Еще раз телефон диктуете. 097, 624, 93, 71. И цену еще раз повторяйте? 500 долларов. У него паспорт, чип, метрика щенка. Сделана первая обработка. Сыворотка для иммунитета. И уже 4 обработки от глистов, лоб и табу. Да? На данный момент весит ровно 500 долларов. Круто, правда? А можете этого второго показать тоже? Нет, нет. Осторожно, осторожно. Смотрите, смотрите, смотрите. Он прям в шкандале собрался гибридировать без парашюта. Аккуратно. Смотрите, какая прелесть. Какой-то такой белый. Цвет три колор. У него белый кончик. Есть бежевый и белый. Круто. Почем килограмм? Ребят, перестаньте. Это серьезный труд выращивать таких собачек. Это очень серьезный труд, поверьте. Конечно. Рождаются 65-70 граммов. Диктуйте еще раз, пожалуйста, телефон. От вас меня, наверное, не отпустят. 097-624-93-71. Мы отправляем щенков по всей Украине. Если нужна доставка дальше, обращайтесь ко мне. Вы прекрасно знаете, что я отправляю по всему миру. Отлично. Давайте тогда ваш телефон. Я им говорю. Нет, нам тоже интересно такое. Хорошо. Ребят, обалденные собачки. Просто обалденные. 1900 людей. Я не могу отсюда отойти. Хорошо. Дадим им отдохнуть. Если что, еще вернемся. Ребят, спрашивайте. Обалденные собачки. Сверхпинчер отдыхает. Беспокоить не будем. Видно, что у нас тут требует моих куна. У него не только вы влюбились, но и... Таню, это обалденный кот. Черный шпиц, померанский шпиц. Черный шпиц. Слушайте, этот парень так прекрасно разговаривает. Не правда. Мне прямо стыдно рот открыть на фоне этого парня. Ох, вам будет цикало. Ох, вам будет добро. Так, вот такие чудови туцики. Расскажите, что у нас по серберна... Алабаи два пацана. Сколько зрителей, видите, я гляну. Вот, а сербернары, получается, мальчики девочки. Я дальше вас показываю. Озвучивайте. Так, давайте, что у нас там, скажите. 12 тысяч сербернары и по 6 тысяч алабаи. 12 тысяч у нас сербернары и по 6 тысяч алабаи. Вот такие чудови алабайчики. Все с документами, все с привилочками делятся. Вот такие цикави, чудови цуценята. Кто хочет себе, можете звертаться также до девчата. Доберманы, кстати. Ребят, кто спрашивал доберманов? Я пока сейчас заметила. Они в свитерочках. Можете звертаться и домовляться. Вот такие цикави, чудови цуцыки. Так, ну и что? И кокеры. Сейчас мы подождем, чтобы наш парнишка отошел немножко. То он так громко говорит. Ой, черный шписть. Смотрите, какой шкандальный. Какой, смотрите, красивый, классный. Ребят, Украина, Одесса. Цена кокеров? Восемь тысяч. Возраст? Почти два месяца. Почти два месяца. Документы клуб какой? Какой? Какой, ребят, слышите? Одна девочка, три мальчика. Шпиц черный почем? Четыреста. Возраст? Двашь половина. Двашь половина месяца. Мальчик, девочка? Мальчик. Патян. Патян. Майкуна. Майкун, Майкун. Ребят, ну далеко мы от него отошли, нет, по-моему. Хорошо, возвращаюсь, что делать? Возвращаюсь, благодарю. Давайте быстро идем к Майкуну. Майкун, Майкун, Майкун. Две тысячи человек. Майкун, Майкун, Майкун. Посмотрите. На тебе вам, на тебе вам. Смотри, да? На Майкун. Давай, солнце. Что тебе надо? Ну. Ты читаешь его мысли, да? Конечно, если у нас солнце. Валим, валим. Да, да. Валим. Дочка, валим. Они дожные, я уже боюсь. Что, ваш подросток? Не надо мне поворачиваться ко мне. Не надо берманов, я сейчас буду идти туда, ребят, спрошу. Еще и мой любимый цвет. Шпицы, да. Около 500, есть 700, есть 500, есть... Смотрите, какой красавец. Ему надоело уже таскаете его. Помогите мне, что это... Я весь волосак буду из-за тебя. Я в том, что... У него сейчас линька. А что, ваш? У меня в камеру не помещается. Прелесть, ребята. Да, это староконка. У меня, кажется, что больше. У него их... Тысяча 600. Вот виду, он гринь. А берешь молотную держать. Это просто лег. Вообще, у них же не по весу. У них сантимент. Где намерят хвост, где он... А у нашего папы сколько... А у нашего папы сколько... У нашего папы уже нет живых. Это мой друг, да? Нет. Город Одесса, ребят. Гори был под десятку. Под десятку. Но он какой-то такой был длинечкий. У него шайба была больше. Красавец. Стаса их где-то видела, ребят. Дойдем, покажу вам. Она его чем-то накормила. А вот он сломал. Ой. Мэйкун. Так, Бегли не видела. Цена кого, простите? Йорфиков покажем немножко дальше. Там тоже есть классненькие. Какая цена, Мэйкун? Я вам показывала телефон, пожалуйста, к ним. Там девочка продается, дочка этого... Никого нет. Огромного, красивого кота. Так, Доберманы, расскажите, пожалуйста. Расскажите, девочки, мальчики, возраст, цена... На полтора месяца, четыреста долларов. Четыреста долларов. Два мальчика, полтора месяца. Посмотрите, какие лапы классные. Просипайся. Просипайся. Бублики. Да какие два мужчины. По четыреста долларов они. По четыреста долларов они. Пекинесы, боже мой. Можно как-то их? Да. Конечно, можно. Две девчонки. Такие, ребят, смотрите. Какой отрасль? Два месяца. Два месяца. Цена? Четыре тысячи будет с завтрашнего дня, что-то три с половиной. На данный. Сегодня четыре, завтра три с половиной. Или нет? Сегодня три с половиной. Сегодня три с половиной, завтра четыре, ребята. Мопсы есть? Я не помню. Мопсы? Вот французы. Да, где-то были. Где-то были. Дойдем, посмотрите. Благодарю вас. Английский сеттер. Что, да? Нет, вон стафы вы хотите. Смотрите, какая тоже прелесть. Видите, красивый, чудовый. То скажи, что до чего? Что с этим хлопчиком? Четыре месяца хлопчику. Хлопчик в стандарте. Имеет две прививки, чип-документы. Хлопчик в стандарте. Имеет две прививки, чип-документы. Вот такой гарный, чудовый хлопчик. Сколько грошей хотите за него? 12 тысяч. 12 тысяч гривен за него пытаются. Такий гарнюничка, цікавый и гарный, чудовый хлопчик. Что это за забарвление такое у нас? Белое, чем это вы видите? Он будет, видите, он уже головочкой, он будет рыжий-красный вот такой вот. Это он уже пошел в перед цвет. Здесь еще вот под корня он уже пошел в перед цвет, видите? Он вот это все перелиняет, он будет рыжий-красный вот такой, белый-рыжий-красный. Он майже редник, да, майже редник, да, майже редник, такий будет? Вот такие чудовицы. Сколько грошей занялся? 12 тысяч. 12 тысяч гривен. Так что кто цикавится, это у нас шицуха, вот такая гарнешенькая, бачите, морда. С сербернары мы, кстати, далеко не отошли, я вернусь. Спрашиваю цену, извините, приятного аппетита. Сербернар, 12 тысяч, мальчик-девочка остались. Приятного аппетита, извините за беспокойство. Стахов, да, мы сейчас вот доходим как раз к ним. Здравствуйте, я покажу вам чудово, вот там гарнешенький. Привет, привет, как справа, Галеча? А ты что там сумуешь, что там бутылку ковыряешь? Так, вот у нас Стахи. Так, это у нас Катруся, вот такие гарнешенькие двое французов. В червоних залишилися. И Стахик, вот эта, бачите, малечая, красивая. Вот такие двое Стахів, гарних, чудових. Кто-то продается один. Вам спасибо за внимание. Один только продается. Конечно, второй не продается ни за какие деньги. Начинается, ни за какие гроши оцю гарнешню, чудовую принцессу не отдаемо. Так, ладно, тогда мы отдаем вам оцю гарнешенькую. Это у нас Стах, вот такие гарнешенькие месяцев. Отильда, что там у тебя такое? Сколько Стахов месяцев? Шесть. Шесть месяцев Стахов, вот такие гарнешенькие. Это у нас девчонка. Сколько грошей за нее пытаемся? Двенадцать. Двенадцать тысяч гривен. Цена вас интересует французиков? Двое французов. Или Стахов? Вот таких червоних, красивых. А французам скільки? Шесть. Французам тако шесть месяцев. Дивите, какие красивые, чудовые. Это девчатка, да? Залишилась? Конечно. Двое девчаток залишилось. Вот такие гарнешенькие, чудовие девчатки. А что за девчаток, пытаемся? Пятнадцать. Пятнадцать тысяч гривен за девчаток. Вот такие французи. Але це французи незвичайные. Це французи, які живут зі Стахами. И вони уже хватко у них, як Стаха, дают люлей Стахам. Так что можете брати додому. Якщо у вас великий сейф, багато грошей, то вот такого француза, який вирез зі Стахами, Зацелует вора. Ваши гроши беззапасны. Что кажуть, вони дуже чудово целуются. Так что это також наявлено. Прелесть. Прелесть. Вот так вот можно за ним ходить и можно не озвучивать. Он так прекрасно все рассказывает. Прелесть. Вы меня простите, пожалуйста, я так красиво не умею говорить. Где белый пекинез? Смотрите, ребята, белый пекинез такой. Я прошла, у меня уже глаза раз это раз, как это называется, в общем, вы поняли. Смотрите, какая прелесть. Цена чего? Какая цена, вы спрашиваете? Серега! Цена чего? Пекинезо, пуделей, пекинеза. Сейчас до шпицов дойдем. Название улицы – это Стараконка. Стараконка! Смотрите, какие пуделя классные. Какой возраст, какая цена? Три месяца, четыреста долларов. Четыре месяца, четыреста долларов, ребята. Пекинез белый, да. Хаски, а где вы видите хаски? Я вроде не видела. Смотрите, какие шпицы классные. Классные. Какой возраст, какая цена? Цены разные на щенку. От до. Начиная от 500 долларов. От 500 долларов и выше. Это Одесса, ребята. Цена Мальтипу, скажите, пожалуйста. Это Мальтезы. Мальтипу. Да. Это Мальтипу. Где Мальтипу? Там нету, да. Тут нету, это другой. Все идут у него, видите, вот это работает. Смотрите. Машина не самая, а зачем? Йорги. Пуделя, да, только что мы прошли. Сейчас я вам покажу. Ой, а что это мы без автомобиля? 400 долларов этих пуделя. А что это вы с этой поможником? Все, там уже никого нет, правильно? Возвращаемся. Пойдем еще к Кавказцам. Да, и пойдем на котов, да? Вот еще кавказская очарка. Смотрите, какая классная. Костя. А я хожу только собираю эти кости, потому что кости с собаком побачиваются. Рассказываю. Они скалывают тоненькие косточки, заклатывают. Это может быть и пищевод, и, извините, задний проход, и все, что хотите. Эта травма элементарно, она же кости же не переваривается, не выходит. То есть транзитом вы просто уродуете собаки. Пищевод. Дин, цена чего? Телефон белого пикинесса, иду. Где наш белый пикинесс? Сейчас допустим машину. Продиктуйте ваш телефон. Белый пикинесс потрес людей. 050-390-2721. Еще раз, пожалуйста. 050-390-2721. Все, обращайтесь, пожалуйста. Видите? Смотрите, какая прелесть. Видели? Да, малыш? Туда смотри, на девочку красивую. Не упадет? Смотрите. Жизнь не радостная. Белый пикинесс. Трелесть. Трелесть, ребят, трелесть. Белые пикинессики. Город Одесса. Какая цена? Цена? 7 тысяч. Ребята, это даром. Это даром. Для этого качество пикинесса, да. До войны по 500 уезжал за границу. А сейчас тяжеловато. Это белый пикинесс, ребят. Это кобель, верно? Да, мальчишка. Уходим. Спасибо огромное. Боже, я уже забыла. Это кто? Маска, можно уходить? Да. Аж кто это? Это мальчишки. Точно? 400 долларов. Но если вы будете брать, то, конечно. Какая хорошая девочка. Какие классные собачки. Я про вас сейчас. У нас два мальчика и одна девчоночка. Одна прививка. Ведпаспорт только. Без документов как такових. Так что за границу особо не вывезешь. Два месяца. Что дитя говорит такое? Солнце, все можно сделать. Не говори такое. Ну, захотеть. Супер. Какая цена? 400 долларов. 400 долларов. Еще раз надо повторить, потому что люди справятся. Вот смотрите, смотрите, какая прелесть. Пусть отдыхают, может. И буй зимой. И буй зимой. А вот это где-то? Папочка. Класс. Хочет спать. Целый день спать. Вот их вяжут с пуделями и получается мальтипул. Да. Вот так. Благодарю. Где вы были? Он разойнулся еще. Вот как я вам показывала, что с пуделями. Вот такой вот пудель. Маленький еще. Он самый маленький. Девочки покрупнее. Вот видите шарфея. Шаровая цена. Идеальная для собак, для дома собака. Идеальная семейная собака. Мы просто пришли прогуляться. Заодно продать шарфея. Нет, нет, мы нет. Этого женщина продает. Мы просто пришли, потому что мы любители шарфея. Ребята, такая собака для дома, вы просто это вот. А чем вы кормите? Это котенок. И при этом такой охранник просто комбо. Да, пока так. Только корм. Вот на корме, чтобы ваша дмитна. На корме прекрасная девушка. Это относительно недостаточности и так далее. Это не на этих. Я по-моему, я делала действенные генетические заболевания. Спасибо. Какая цена? Какая цена чего? Какой собаки? Женщина продает 6,9 грн. Это шаровая цена для собак. Да шарфея там. Их покупают по 800 долларов, по 700. Это вот разводчица. Мы пришли просто тоже кормить. Спасибо огромное. Шикарное. Я забыла, что я курю. И черные, белые, и молочные, и шоколадные. Вот такие наши дети. Ну, еще вас будут сейчас сфотографировать. Давай, 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 давай. На меня не надо смотреть. Это Одесса, ребят. Чапик. Марьяночка, мы с Одессы. Это староконный рынок. У нас по салатам-воскресеньям такое бывает. Смотрите, какая прелесть. Посередине, видите, в собачке правый глазик голубой. Цена этих собак, еще раз, пожалуйста. Вот 550, грубо говоря, до 700. Вот этот самый дорогой белый. Вот 550 до 700 долларов. Этот голубой марлет, 550, он тоже очень красивый, просто здесь голубого глаза нет, здесь только осколок. Как правильно называется эта порода? Йорк, яшкирский терьер, цветная генетика, цветные йорки. Есть биверы, есть бира, есть голдастые, там много разных. В Украине, в основном, ее реки простые, классические. Благодарю вас. Пожалуйста. А тут, видите, сколько намешанных цветов. Голубое мерле, еще золотом покрыто сверху. Знаете, как пушочек такой. Супер. Все, езжи. А этот, это вообще, это король, король, король. Белый фуаз. Будет такой большой, крупный, красивый фуаз. Этот глаз, один голубой, один зелененький. Это вообще эксклюзивный, белые йорки. Идет? Да, Одесса. Благодарю. Пожалуйста, пожалуйста. Мальчику есть, да, смотрели. Так что, мы идем на кошечек или как? Встаем, встаем. Где Наташа? Мы Наташу потеряли. Плотнище. Жарко, да. Шпицы от 500 долларов и выше, ребят. Да, это Украина. Украина, Одесса. Обчарки немецкие, там 250 этих долларов мы видели. Одна черная, одна черная подпалая. Лабрадоров нету, ребят. Мои малинуа, сейчас нету малинуа на продажу. Все проданы. Видите, продала всех своих, хожу теперь чужих, рекламирую. Одесса, да. Канадский свинкс, по-моему, 250 долларов там был, да? Вот эти... 200, по-моему. То ли 200, то ли 250, ребят. Какой скромный шпич. Какой скромный. Как он смотрит на камеру. Видите, какая прелесть. Кто у вас и поскольку. У меня сейчас нет на продажу собак, поэтому шнырю по староконке. Показываю вам, что есть у людей на продажу. Чтобы быть хоть чем-то вам полезной. Я занимаюсь малинуа. Если вам интересно, зайдите на мою страницу и посмотрите. Шпиц, вот этот беленький, что я только что показывала, по-моему, если я не ошибаюсь, 500 долларов или 700. Вот, если будет надо, вернусь, прошу точно. Идемте к кошку. Пекинесы были почем, Арсен, не помните? Три с половиной тысячи пекинесы. Классный корм, ребят. Американские були. Сейчас я остановлюсь, потому что, естественно, все смотрят, все ждут. Это Юлик. По Юлий Цезарь. По нему видно. С примеров я не видел. А это Гекка. Мальчишку надо это там. Опять к вам. Милости просим сюда. Это остался, все, паника. Это Одесса. Американские були, это американские були, ребят. Вот. И мальчики в таком же типе есть еще пацаны. Потому что этот больше, крупнее. От полторы тысячи долларов и выше, ребята. Все зависит от щенка. Девочки, мальчики в ассортименте. Язык не попрячьтесь. Зразнитесь. Горню не то слово. Причем эта собака очень удобная. У них нет агрессии ни на животных, ни на людей. Кушают, пукают, храпят. Единственный минус. Если после пригулки пришли, уставшие, то будут храпят. Храпят, как дядьки. Такие, с бодунища. Храпят, как дядьки с бодунища. Цена французского бульдога. Скажите, вот это смотрите. Смотрите на эту прелесть на втором этаже. Это 800 долларов, это 700 долларов, девочка 600 долларов. Этому мальчику 4 месяца, этому мальчику 5 месяцев. Девочки 8 месяцев. Полностью привитые, чипированные, с бешенством. Рагнар, подъем. Мы работаем. Зайка, он тебе по этому нравится. Это как Рагнар, который ты смотрел в сериалку. Это прелесть. Нет, это американские були, ребят. Идемте дальше. Вот их телефон, если вам интересно. Задавайте все вопросы. Сейчас у них много щенков. Нет, это американские були, это не стафы. Нет, такой вы что? Что? Да, сейчас мы пойдем на ряд, где есть кошечки. Вот еще пекинесики есть маленькие. Пустые клетки уже все продали, пока мы дошли до котящего ряда. Стафы, да, там были одни стафы. А вы не помните стафы там, при чем были? Там стафы странные, да? По правде. Стафские стафы. Классное прилегание очень. И хвост гипс. Да? Красавчик. Красавчик вот стоит. Ну, если вот вы в частном доме живете, поднимается, конечно, можно. Но входит с территории вот дома. Если говоришь, не выходи. Мы с датчиком выпускали. А так, я говорю так, со двора, не дай бог. И вот она по территории. Она молодая. Полтора года. Нет, таксов не было, ребят. Вы уходите, я выхожу и разговариваю с вами. Я спрашиваю про то, про сё у вас, думаю, где ответ? Нет. Ничего, вот именно что. Я потом кручу. Не видно, отсвечивает плохо. Вы нам покажите, покажите вот этого, вот этого мордатого красивого, если вам не сложно. Вы извините, вам морочат голову все целый день. Мы вам тоже пришли поморочить немножко. Нет проблем, может, я даже домой приди поморочить. Мы приглашаем всех. Смотрите, какая прелесть, ребят. Смотрите, какая прелесть. Дома есть маленькие, месяц и неделька. Они уже все на лоточек ходят, маленькие, большие все. Эти с двумя прививочками ушли. Это Одесса. Вы можете его достать на руки? Если вам не сложно. Плиз. Сейчас, видите, он огромный. Смотрите. Давай, пойдем, не мешаем. Смотрите, какая прелесть. Да, он вообще красавец. Из какой он огромный. Из какой он, самое главное. Обалдеть. Прелесть. Какая цена ваших 300? Любимцы с международными документами 400 долларов. Петровы, услышали? Все нормально? Немецкие овчарки там были по 250 долларов, если я не ошибаюсь. Черное и черное подпалое. Бывают ли у нас здесь коротко лапы и вот эти коты не видели? Не знаете? С короткими лапами. А, манечки? Нет, не видели. Не видели. Благодарю вас. Да, в Поделя есть 500 долларов и выше. Куда мы идем дальше? Благодарю вас. Да, в Поделя есть 500 долларов и выше. Собачки были уже, ребята. Полтора часа хожу как минимум. Боксеры. Боксеров не было. Биглей не было. Куделя. Чихуа. Британцы. Лайки не было. Шотландских не было. Кошки показала. Майкуны сегодня только. И вот еще вот рядом стою. Сейчас покажу. Экзоты. Экзоты это что, извините? Экзоты это что вы имеете в виду? Простите. Как эта порода называется? Скажите, пожалуйста. Заметая шиншила шитландская. Вот. Канекорсы нет. Экзоты коты или персы. Нет, ребят. Сегодня плохой очень рынок. Сегодня вот это все, что есть. Кавалеров тоже нет. Так, хорошо. Пойду я еще пробегусь чуть-чуть по собакам. Просят по Шурику. Да, это Украина, Одесса. Вы уже без нас справитесь? Да. Да. Благодарю. Вы отвечайте. Переводите и отвечайте, да. Все, ребят. Идемте еще в последний раз пройдемся по собачкам. Это, кстати, уже, по-моему, если я не ошибаюсь, четвертый раз я хожу. Кому интересно, пожалуйста, сейчас задавайте вопросы. Я уже, правда, больше не могу, потому что у меня в машине тоже собаки сидят. Вот маломутик. Обалденный маломутик. Интересно, пишите. Обесинские котята. Окрас потрясающий. Смотрите, может быть, все хорошо. Базар, суббота, воскресенье. Время с утра до жиры, наверное, так скажем. Какая цена этих щенков? Шоколадный мальчишка 6, девочка 11. И девочка Минечка 800 долларов. Услыхали, да? Так, були, черный кобель. Благодарю вас. Були. Если я не ошибаюсь, там черных кобелей у були не было. Да, здесь черных кобелей нет. Смотрите. Это Одесса. Ребят, вот их номер телефона. Все вопросы напрямую. Они вам все расскажут. Сейчас у них много щенков на продажу. Смотрите, что у него. Это что-то. Как подушечка. Прелесть, да? Вы рассмотрели там собаку под головой? Беленькая. Солнце. Дай посмотреть. Они его не задавят? Нет. Они ее не задавят. Смотрите, какое чудо. Все, все, не трогайте я. Смотрите, какая прелесть. Его там соседа. Да, да, да. Не говорите. Були от полторы тысячи и выше. Звоните им, пожалуйста. Вот я вам сейчас еще раз покажу номер телефона и спрашивайте все подробности. Да, да, пожалуйста. Да, ну что вы. Так, сейчас я вернусь. Вот здесь были хаски. По-моему, кто-то спросил. Я вот, да, вот. Хаска, правильно? Хаска, да. Все хорошо. Прошла мимо. Я из-за этого переживаю. Полторы тысячи долларов, да. Ребят, если я что-то не успеваю читать, пишите еще, потому что я больше на камеру, чтобы вы поняли, ну, чтобы вам лучше было видно. А когда я читаю, я немножко не вижу, что снимаю. Малинуа сейчас нет на продаже. Поэтому и бегаю по базару и показываю, что есть другое, чтобы быть вам хоть чем-то полезной. Пуделя там рыжие были, по-моему, три или четыре месяца, если я не ошибаюсь, пятьсот или четыреста долларов. Сейчас я еще раз пройду, чтобы вам было все ясно. Вот эти французские мне очень понравились. Очень классные телки. Отдыхают. Мы уже их беспокоить не будем. Здесь и окрас, и костяк. Просто можно обалдеть. Корги нету. Это Одесса, Украина. Вроде тюкань. Немецкая овчарка черная, черно-подпалая. Шарпей, если я не ошибаюсь. Вот где он, блин. Я уже его потеряла. Шарпей, я... Не помню, ребята, сколько он стоит. Не помню. Сейчас увижу, покажу вам. Шпицы Рыжие. Да, видела Расселов, видела. Тоже не помню, где, но где-то были. Чухашку подарю, потому что, ну, ей надо как-то восстанавливать. Ну, что это вообще? Тоже не помню, где-то не помню. Это нельзя пройти мимо. Ребят, не знаю, когда будет Малинуа на продаже. Правда. Ну, наверное, суки потекут, повяжу. Ну, в общем, как только они появятся, поверьте, вы узнаете. Я же моментально все доставляю. Видео, фото. Ну, все, ребята, уже даже... А вот еще стафы и французы. Вот я вам телефон покажу. Если вас интересует, пожалуйста, вот их телефон. Телефон один и тот же. И стафы и французы. Акрас. Видите, какой классный акрас. Сейчас, да, впереди поделее вижу. Это Одесса, Украина. Одесса, Украина. Смотрите. Эти 400 долларов, я правильно говорю? 400 долларов и, по-моему, 3 месяца, да? 3 месяца, да? 4 месяца. 4 месяца. 400 долларов. Эти пуделя. Так, хорошо. Ну, ребят, я вас благодарю за внимание. Буду я заканчивать. У меня собаки в машине, я не могу так долго ходить. Поэтому благодарю вас. Следующую субботу, воскресенье, если ничего не изменится, опять приеду сюда и буду вам показывать, что наши Одесситы продают. Все, всем хорошего дня. Всем до свидания. Огромное спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...